Внук пожилой израильтянки, попавший в плен к Хамас, радуется освобождению бабушки. В понедельник палестинская террористическая группировка объявила, что освобождает двух женщин – Иоахеду Лившиц и Нурит Купер – в связи с состоянием их здоровья. На кадрах, опубликованных группировкой, Лившиц и Купер ожидают машину гуманитарной организации в окружении вооружённых людей с закрытыми лицами. «Мы очень взволнованы и счастливы официальному объявлению о том, что моя бабушка Йохиведа Лившиц, а также Нурит Купер, обе из кибуца недалеко от ОЗА, возвращаются к нам благодаря гуманитарной акции. Мы очень надеемся, что ситуация улучшится для всех пленников из нашего кибуца. Мы просто надеемся, что с ней всё в порядке и она в добром здравии. Сейчас пойдём к ней». Обеих женщин уже доставили в Тель-Авив, после чего их направили в больницу для медицинского обследования. Лившиц и Купер вошли в число около 200 израильтян, которые попали в плен к боевикам Хамас во время их атаки на приграничные с газой кибуцы, а также музыкальный фестиваль под открытым небом. Тогда было убито около 1400 человек. Ранее в пятницу группировка также освободила американку и её 18-летнюю дочь. Это произошло при посредничестве Катара. Хамас также заявил, что сделал это по гуманитарным соображениям. Между тем, более 40 грузовиков ожидают на границе между Египтом и сектором Газа. Это гуманитарная помощь ООН, которую необходимо доставить тысячам жителей Анклава. Рафах – главный пункт пропуска в сектор Газа и из него, не граничащий с Израилем. После нападения Хамас, израильское правительство полностью перекрыло свои границы с Анклавом. В итоге Рафах стал единственным окном для доставки помощи гражданскому населению. Чиновники ООН говорят, что каждый день в Газу требуется доставлять около 100 грузовиков с продовольствием. Там проживает около 2 миллионов 300 тысяч человек. И запасы еды и топлива быстро заканчиваются. Субтитры создавал DimaTorzok